Раньше добираться до школы детям и до центра взрослым приходилось по этой дороге. Тротуар был в непригодном состоянии. Местная активистка обратилась за помощью к главе Анапы. Юрий Поляков лично выехал на место, здесь же принял решение – нужно обустраивать нормальную пешеходную зону. К работам приступили уже на следующий день. Причем вместо запланированных 200 метров построили тротуар в два раза длинней. Помог вновь избранный депутат муниципального совета Николай Морарь. Теперь пешеходная дорожка вдоль улицы Школьной соединяет Кавказскую с улицей Святой Марии. Общими усилиями стороны администрации, стороны депутата решили сделать эти вот 400 метров тротуара, чтобы дети ходили, не погрызли, чтобы не было, как Юрий Федорович выразился, такого безобразия. Так что спасибо большое администрации за поддержку. Думаю, люди будут довольны. Сейчас необходимо, чтобы бетон застыл. Через пару дней опалубку снимут и по новому тротуару можно будет ходить. Местные жители признаются. До последнего не верили, что тротуар построят. За 10 лет они куда только не обращались. Везде обращались письменные заявки, обращения. Везде отписывались. Не хватает средств. И в конце концов пришел Поляков. Сказал и сделал. Действительно наши дети пойдут по тротуару. Действительно будут освещены улицы. И зима нам не настолько будет страшная. Сделать здесь освещение задача на следующий год. Сейчас сельская администрация отправила заявку на получение этих условий. Никита Бойко, Сергей Корабельников. Анапа. Регион.